159 кандидатов на 132 мандаты в Советах Розного Узровня. Минавито так выглядая статистика выборчей кампании в Светлогорском районе. Найбольшая колькасть претендентов на месте у сельских Советах Крыху больше, как 100 человек. При этом половы кандидатов тут складают женщины, значная частка которых – наставники. По выборах у районных Совет ситуация Крыху иншая. С 46 претендентов у женщин только 16, одна из которых является гражданкой России. Дарыши только в шести округах выборы у райсовет будут альтернативными. Практично кожный шествертый зарегистрованных представник промысловый транспортный тип удалничий сфер. Есть навод один студент. Кожный другий кандидат был депутатом районного совета по переднего скликания. Самая значная конкуренция – областный совет. Тут без альтернативных округ нема. Завершен процесс регистрации кандидатов в депутаты. В настоящее время они регистрируют своих финансовых представителей, а также регистрируют доверенных лиц для того, чтобы начать агитационную работу. Соответственно, открывают избирательные счета для того, чтобы их пополнить, можно было выпустить наглядную продукцию. Сгодно за пошними даденами специальные выборшие рахунки для проведения агитационной кампании у Светлогорским району уже открыли 26 кандидатов. Что тыжится доверенных особ, то перважная большинство претендентов региструет их максимальную колькость – 5 человек. Теперь эти люди могут проводить агитацию за своих кандидатов. 80% выборщиков у Светлогорском районе проживают в райцентре. На участку номер 4, размешанном у Центру культуры, для их створили куток выборщика за все необходимые информации. А прожатого тут начали оформлять покой, где с 13 лютого пошнется датарминовое голосование. Покой обрали больше просторный, каб зручным было усим – и выборщикам, и членам комиссии, и наглядальникам. На этом участку в уголе живут сучасным, але не забываются о будущем. Во вселяким выпадку уже зараз тут распрасовывается программа на 18 лютого – основный день выбора у Мясовая Советы. Все же таки окажутся участок, размешанный во установе культуры, а тому и программа повинна быть отповедной. Мы же всегда от выборов в выбор анализируем, как привлечь наших избирателей. И пришли к тому, что вот на нашем участке два концерта. Первый концерт у нас – детский концерт, детских коллективов, где приходят бабушки, мамы, папы, приводят и своих участников. И также имеют возможность наши избиратели прийти с внуками, прийти всей семьей. Мы организуем два часа концерт. Концерт – это уже более такой разноплановый для молодежи, эстрадный концерт с популярных хитов и мелодий.